2020 год коронавирусный, високосный, но есть у него и позитивные черты. Так он объявлен годом культурных обменов между Россией и Южной Кореей. Ровно 30 лет назад наши страны установили дипотношения. И обменом не смогла помешать даже пандемия. Сегодня в столице проходит фестиваль кимчи. Это, пожалуй, самое известное блюдо корейской национальной кухни. Напрямую из связи со студией выходит наш корреспондент Анна Пешихонова. Аня, приветствую. Удалось ли тебе уже попробовать кимчи сегодня? Привет, Артем или Аньон, как говорят в Корее. Кимчи, признаюсь, еще не попробовали, но аромат национальной корейской кухни действительно уже заполнил все залы. Потому что только что стартовал кулинарный конкурс. И хотя основной ингредиент кимчи всего один, это капуста, но благодаря различным специям, восточным, азиатским соусам у каждого ковара этот салат получается по-своему вкусным и, главное, полезным. Кимчи входит в пятерку самых полезных блюд в мире. Ну а что касается программы фестиваля, то она получилась довольно-таки молодежной, потому что наряду с традиционными песнями, вот исполнительницы в национальных костюмах стоят тоже рядом с нами, здесь звучит и кей-поп, это корейский поп, такая смесь, такой микс восточной и западной музыки. Вот Катя одна из исполнительниц. Катя, расскажи, как ты думаешь, чем кей-поп покорил нашу российскую молодежь? На самом деле, кей-поп появился давно, в нашей стране относительно недавно. Артисты ставят именно перформансы, и это не может не привлекать молодежь, и, конечно же, вдохновляет их на творчество. Ну, вы следующие выходите на сцену, поэтому удачи желаю вам. И мне осталось сказать, что большинство гостей-исполнителей здесь, это, конечно, такие, как мы говорим, русские, корейцы, сами себя они называют кориосарам. Ну, кориосарам, и буквально в преддверии фестиваля нам удалось пообщаться с несколькими...